основная цель этого тренинга летний день год кормит это создать стратегический запас заморозки сушки консервации по минимальным ценам и максимальному качеству когда у вас есть такой запас который вы делаете в течение самой такой жаркой поры сезона которого вам хватит на осенний зимний частично весенний период вы тем самым убиваете сразу трех очень пушистых и больших зайцев во первых вы экономите свое время и силы потому что сам тренинг и все задания построены таким образом что вы не просто замораживать и там ягоды или овощи вы делаете сразу полуфабрикаты которые очень удобно потом использовать течение многих месяцев то есть по принципу вы добавляете в какое-то блюдо и время готовки сокращается в разы потому что у вас заготовлены полуфабрикаты обработанные овощи нарезанные подготовленные для конкретного блюда и как раз вот в уроках когда я буду давать и показывать как замораживать мы сразу будем делать заморозку и делать заготовки для конкретных блюд которые вы любите и вы сами будете их выбирать второй заяц это колоссальная экономия денег ну тут если у вас есть свой сад или огород все понятно у вас урожай вам надо его сохранить и все это практически бесплатно но даже если вы живете в городе даже если вы покупаете фрукты овощи и ягоды согласитесь летом в июле в августе даже в сентябре это все стоит очень недорого по сравнению с теми ценами которые будут уже поздней осенью зимой и весной то есть делая вот такой запас вы очень сильно экономите деньги и чем больше у вас членов семьи тем больше вот этот экономия на масштабе на объеме за счет того что вы делаете большой запас и третий пушистый заяц которое вы убиваете одним выстрелом это то что вы сохраняете продукты самого лучшего качества вот сейчас летом и в начале осенью продукты которые и фрукты и овощи ягоды зелень они выросли под солнышком не на гидропонике не под искусственным освещением они максимального качества не больше всего витаминов минеральных веществ это польза для здоровья то есть если вы заботитесь о качестве с вашего питания то самый лучший способ это сделать заморозку качественных продуктов и потом из этой заморозки каждый месяц течение зимы и весны и осени в том числе готовить полезные и вкусные блюда но опять же простой пример вспомните февральский например помидор он даже пахнет пластмассой а если вы заморозите сейчас вот июльские августовские ну и даже помидоры начала осени они пахнут летом они пахнут помидорами и запах он тоже свидетельствует о качестве о том что много полезного в этих продуктах поэтому мы будем основываться то есть мы делаем стратегический запас заморозки максимального качества по минимальным ценам для того чтобы вы экономили свое время силы деньги на кухне и питались полезными качественными продуктами однозначно тренинг того стоит и вот это время которое вы потратите на заготовку продуктов овощей фруктов ягод вы будете себе благодарны вспоминать с благодарностью это время и то что вы это сделали на протяжении всего следующего года когда вы будете проходить этот тренинг я вас уверяю у вас возникнет ощущение что уго сколько много всего и информации полезного и нужного как это все запомнить как это все охватить и на самом деле эта работа уже за вас сделана то есть вся информация систематизирована и собрана в виде справочников у нас с вами два справочника к этому тренингу идут это первый справочник по заморозке овощей зелени и грибов выглядит он вот так справочник и второй справочник это заморозка фруктов и ягод вот два справочника в которых без воды без водных каких-то длинных ступеней только четкая информация пошаговые инструменты пошаговые рецепты как замораживать как хранить как размораживать в каких рецептах использовать в каждом справочнике есть полный перечень всех овощей зелени и грибов которые можно заморозить здесь основные правила заморозки и словарь терминов чтобы понимать как что называется и вы не запутались в наименованиях дальше идут овощи раздел вот выглядит это так то есть как заморозить и несколько сразу способов все с пошаговыми фотографиями структурированная понятная информация сроки хранения в каких рецептах можно использовать вот это выглядит весь такой справочник очень наглядно очень понятно и очень удобно и практично использовать во втором разделе есть зелень и там же есть грибы вот например как заморозить даже такие редкие виды заморозки вот здесь например крапива есть ну конечно есть и простые виды заморозки такие как петрушка укроп все в одном справочнике самый самый полный справочник по заморозке овощей зелени и грибов и такой же второй справочник который про заморозку фруктов и ягод если мы его откроем тоже такая же структура содержание все фрукты которые можно заморозить в сезон летний сезон осенний и сезон зимний и И тоже, вот, например, персик, способы разные заморозки, как он замораживается, рецепты, в которые можно использовать тот или иной вид заморозки, как хранить, сроки хранения. И вот так по каждому фрукту, по разным ягодам, вот такая информация, собранная, понятно, наглядно, четко. Это самое лучшее, что может быть про тему заморозки, коротко, ясно и очень емко. Как построено наше обучение? У вас вся информация будет находиться в ваших личных кабинетах, и вы круглосуточно имеете доступ к личному кабинету, и в любой момент можете посмотреть, какой урок, какое задание, как его выполнять, ну и, собственно, что-то сделать. И личный кабинет, там два основных раздела. Первый – основной, второй – это дополнительные материалы. В основном разделе 12 уроков. Первый из них – это теория, то есть там как раз основные правила заморозки, хранения, разморозки, реквизит, который вам понадобится. А все остальные уроки – это практика. То есть мы уже на практике будем создавать стратегический запас, в среднем делая 2-3 заморозки в день. Все очень подробно. Каждый вид заморозки каждого продукта не просто описан, а описан в нескольких вариантах, с картинками, очень часто с видео, с подробными описаниями. Поэтому у вас 100% все обязательно получится. И уровень сложности вы можете выбрать сами. Если у вас маленькая морозилка, вы что-то в небольшом количестве, например, одну заморозку в день делаете. Если вы счастливая обладательница большой морозилки, отдельно стоящей морозилки, вы можете замораживать, например, все три заморозки. У вас будет такая возможность, и информации будет очень много. Кроме того, есть тема про сушку и тема про консервацию. Они у нас не основные, но если вам захочется закатать какие-то баночки, варенье или лечо, или засушить зелень, или фрукты, эти темы тоже будут, и объяснено, как это сделать. Вы можете и вот такой запас сделать продуктов тоже. В дополнительных материалах будут те продукты, которые не вошли в основную программу. То есть мы на практике это не будем делать, но если у вас возникают вопросы, как заморозить что-то вне программы, ну, например, там зеленые гороши, как заморозить морковь, как заморозить крыжовник, смородину и так далее, вот вы обращаетесь тогда к этим дополнительным материалам, и там тоже очень много информации, тоже все отструктурировано, понятно, и вы можете посмотреть, как заморозить тот или иной вид продукта. Если у вас возникают вопросы, вопросы будут иметь обязательно ответ, вы в отдельной теме можете спросить, что правильно сделать, что неправильно сделать, тоже получите ответ, поэтому 100% все у вас получится, и будет очень вкусная, качественная, полезная заморозка, сушка и консервация. Я уверена, в вашем успехе! Спасибо! Спасибо!